У меня и правда есть скрипт вашего идеального свидания. Я по себе знаю, как сложно быть романтичным в такое стрессовое время, но есть плохие новости. Как будто бы такое стрессовое неподходящее время будет всегда. Поэтому давайте делать для друга что-то приятное прямо сейчас, не ожидая наступления светлых, добрых, сказочных времен. А у меня для вас 44 интерактивных задания, каждое с вариациями исполнений, чтобы вы могли выбрать то, что подходит именно вам, вашей паре, вашему темпераменту, вашим предпочтениям. Маленькое отступление, девчоночки, девочки, женщины, девушки. Я знаю, что вы-то в этом плане очень старательные, поэтому можете сразу отправлять это видео своему парню. Я вас уверяю, я расписала все так, что сюрприз будет приятным, неожиданным и приятным. Да, на этом канале, получается, есть дискриминация, но что поделать с этим, ничего не поделаем. А все те, кто идут дальше со мной в это видео, как минимум вы уже здесь, вы ищете что-то, чтобы сделать ваш вечер, день, ночь романтичнее, с чем я вас поздравляю, вы нашли именно то, что вам надо. В лучших традициях этого канала организовала все на платформе Notion, чтобы было удобно, чтобы был доступ и с компьютера, и с телефона, и всегда под рукой. И, в общем, технологично, удобно, классно. Поэтому давайте смотреть, что тут есть. Первое, что есть в этом пространстве, это вопросы, которые разделены на четыре категории. Они идут в порядке углубления смысла вопросов, в порядке повышения какого-то градуса доверия. И мы начинаем с быта, потом у нас категория личность, потом категория романтика. И последнее, я знаю, что вы все это любите, это категория 18+, да-да, и такое тут тоже есть. На эти вопросы у вас есть несколько вариантов, как отвечать. Вы можете отвечать на каждый вопрос отдельно, например, голосовой записывать или просто проговаривать между друг другом. Если записываете голосовой, то внутри каждой карточки вопроса есть место, куда все это можно подкрепить. Или же вы можете записать свой собственный подкаст для семейного архива. Для этого просто включайте телефон, записывайте в телеграм голосовое или на диктофон, или вы можете даже поставить телефон и начать съемку в видео, и потом прикрепить уже сюда этот аудио или видео файл. Для этого тут тоже есть местечко, чтобы вы точно могли сюда вернуться через полгода, через год, посмотреть, поменялись ли ваши мысли на ту или иную тему. Если вы решаете отвечать на каждый вопрос отдельно или выборочно отвечать на вопросы, то наводите на вопрос, жмете «Ответить», у вас всплывает окно, в котором вы можете прикрепить свое аудио или записать что-то. Или, конечно же, вы можете вообще никак это не фиксировать и оставить это в диалоге между собой. После того, как вы ответили на вопрос, нажимаете на кнопку «Отметить вопрос пройденным» и статус у вопроса меняется на «Ответ записан». Видите, где нет ответа? У нас нет ответа. Если мы отвечаем, отметим вопрос пройденным, то статус у нас сразу меняется на «Ответ записан» и мы переходим в главное пространство. С телефона работает точно так же. Из плюсов это можно делать как онлайн, так и оффлайн. Вы можете не находиться вместе, когда отвечаете на эти вопросы. Они не сказать, что все офигеть, какие неординарные. Все-таки у нас есть поинты, которые надо проговаривать между друг другом, возможно, каждый год, но раз в несколько лет точно стоит обновить. Если вы недавно встречаетесь, то вам тем более будет интересно ответить на эти вопросы. Но в целом, из моего десятилетнего опыта отношений я написала те, которые мне сейчас уже по прошествии такого времени было бы интересно еще раз с моим партнером проговорить. Помимо этого, девчоночки, мальчоночки, у меня для вас просто невероятно прикольная идея. Если вы давно хотели, но по каким-то причинам стеснялись задать свой вопрос, может он откровенный, может он неудобный, может он касается категории особенно 18+, вы смело можете из этого пространства удалить мой вопрос или не удалять и добавить свой. Как это сделать, я расскажу в конце видео, но такая опция есть. Если есть какая-то неловкая тема, на которую было бы классно поговорить в формате такой игры, такого интерактива, то вот он ваш шанс ее обсудить. Это круто и это может помочь найти какое-то взаимопонимание или уладить какие-то недоговорки, которые как бы не подойдешь среди дня и просто не задашь этот вопрос в лоб. Поэтому имейте в виду, вернемся к этому в конце видео. Что под вопросом и какие еще интерактивные задания здесь есть, помимо вопросов? Тут есть 10 идей для необычных свиданий. Внутри каждой идеи есть четкая инструкция, как подготовиться, что надо, какие-то советы, тоже исходя из личного опыта, которых я хотела бы знать до такого формата свидания. Можем посмотреть на формате коктейльной вечеринки. Всегда есть опции, где это можно сделать. Здесь есть опции дома или в баре. Тут указаны материалы, которые вам понадобятся и места. Если дома, то есть ссылка на сайт с миллиардом классно оформленных рецептов коктейлей простых, которых можно сделать дома. Здесь какие-то есть советы от меня, что хорошо бы купить лед, а его не замораживать. Или о том, что можно еще дополнительно сюда привнести. Про бар тоже понятно. Я понимаю, что если и скорее всего это видео большинство смотрят девочек, девушек, женщин, то им такие подсказки не особо и нужны, но из моего опыта общения с мальчиками, парнями, мужчинами, им такие подсказки очень даже понадобятся. Тем более, вроде это все на поверхности, вроде любую тему уже мира мы можем отыскать в интернете и почитать про нее. Но когда мы начинаем готовиться, мы же не готовимся. Мы же не сидим и на бумаге или где-то в файле в Notion, не пишем себе пошагово, что надо делать. Здесь же такие инструкции есть. Мы посмотрели на формате коктейлей. Здесь есть еще 9 необычных вариантов, если коктейли для вас это уже что-то привычное и вы такое дома делали, если нет, очень рекомендую, то из необычного давайте посмотрим, я вам приоткрою второй вариант и вариант с экскурсией. Это у нас такая ролевая игра, где один человек это экскурсовод. Экскурсовод находит маршрут, читает про этот маршрут, находит кофейню на этом маршруте, где можно будет посидеть и передохнуть и проводит своему как бы гостю-посетителю экскурсию по этому маршруту. Сейчас скоро, уже совсем скоро начнется весна, и даже не весной, даже зимой вы можете сделать экскурсию по местам, можете сделать экскурсию по каким-то уличным местам или каким-то достопримечательностям. В общем, здесь есть вариации, все эти вариации здесь описаны, описано, что надо сделать, как надо подготовиться. И в таком плане описано каждое свидание, здесь их еще 8. Я вам их не буду показывать, чтобы для вас это тоже стало какой-то неожиданностью. Любое из этих свиданий вы можете совместить с ответами на вопрос выше. Просто построите это как блоками. Блок свидания, блок вы отвечаете на вопросы. И вот у вас уже целый день, как минимум половина дня заполнено развлечениями. Например, для 14 февраля это будет хорошая идея, потому что видео выходит перед 14 февраля. Но и в любой другой день, самые обычные, самые обычные выходные, когда у вас есть время, это повод сделать что-то романтичное. Если будете делать, записывайте сторис, я не знаю, снимайте все на видео, там шорты, рилсы, тиктоки, отмечайте меня. Вот так я подписана. Мне будет очень интересно посмотреть на ваше время препровождения. Такая история. Мы возвращаемся, возвращаемся к тому, как же добавить свой вопрос вместо моего, если вы хотите что-то свое добавить, все очень просто. Для начала, когда вы будете себе копировать это пространство, это будет ваше пространство, вам надо зайти и нажать вот в этот документ, он перед вами откроется, вам надо нажать три точки и нажать дупликейт. И это сразу будет только вашей страницей. Никто во всем интернете не сможет в нее проникнуть, поэтому смело можете добавлять свою информацию. И когда вы вместо моего вопроса хотите добавить свой, крутите вниз, наводите на вопрос, выбираете его галочкой и нажимаете на добавить в корзину. После этого здесь нажимаете на кнопочку и тут появляется новый вопрос. У него внутренности точно такие же, как у каждого вопроса. Есть категория, вы можете ее выбрать из четырех. Есть статус, который поменяется, как только вы отметите вопрос пройденным. И просто запишите свой вопрос в этом месте. Так все просто. Давайте я все это подытожу. Как это пространство получить себе? Во-первых, и в последних, оно доступно по ссылке в описании. Его бесплатная версия очень укороченная, доступна, чтобы вы могли посмотреть, решить, нравится вам это, не нравится. В бесплатной версии по три вопроса в каждой категории, три варианта свиданий. Вы не можете ничего редактировать, не можете добавлять свою информацию. В платной версии, которая вообще очень бюджетно стоит, намного бюджетнее, чем купить букет на 14 фрагментов, хотя про это тоже не надо забывать. Там уже все есть. Там вот 44 интерактивных вещи вас ждет внутри. Все вопросы полноценно. Все можете себе дублировать, копировать, добавлять свою информацию. Это пространство ваше навсегда. Храните это в вашем семейном архиве или как часть совместных воспоминаний. По ссылке ниже или по QR-коду, который где-то сейчас здесь на экране присутствует, доступен к скачиванию этот шаблон. Для всех моих подписчиков на Boosty, как и все платные пространства до этого и после этого, он доступен в вашем тарифном плане подписки. Если, если вы просто смотрите меня, вам понравилось это пространство, но вам оно не надо, но вы хотите такой мне прекрасной красотки, красавицы, подарите часочку кофе или цветочек. Вы тоже можете пойти на Boosty и сделать донат. Мне будет невероятно приятно. Или оставить свое суперспасибо, что тоже вау. Спасибо вам за внимание сегодня. С вами, как всегда, была я, Маша. На этом канале мы создаем свою идеальную инфраструктуру в Notion и не только. Целуйтесь, обнимайтесь, занимайтесь любовью и увидимся с вами на этом же месте на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok